Всем привет! К такому нас жизнь не готовила. Думали, что переехав в поселок, мы получим только максимальную проблему. Это система отопления, которую я решил в предыдущих выпусках. Но, как оказалось, еще есть проблема с электричеством. Очень часто в поселке его просто отключают. И, я думаю, с этим сталкивался не только я, а многие другие наши зрители. Потому что СНТ, села, поселки очень часто подвергаются вот такой проблемке. Поэтому сегодня у меня выпуск начинается не в ту сторону нашего дома, а в сторону подводной части электричества. Сейчас у меня выглядит все так, как и осталось в предыдущий раз, когда мы это с вами смонтировали. Водной автомат опломбированный, дальше идет это все через счетчик, подключается к водному в дом. И дальше идет и в дом, тремя фазами и ноль, и земля. Сейчас моя задача дополнительно это все адаптировать к резервной системе электроподачи. Которой будет выступать, конечно же, простой генератор бензиновый. О модели, которую я выбрал, было сказано очень много в предыдущем выпуске. Важный момент, это максимально мощная модель в своей линейке. Кто бы что ни говорил, не бывает таких мощных генераторов. Бывает, проверено. Второе. У каждого однофазного бензинового генератора не существует ноля. Просто это ток, который разделен как бы на две фазы. И также имеется земля на корпусе. Но у таких мощных генераторов есть розетка, в которой сразу все имеется. И земля в розетке с нолем, и также она повторяется на корпусе. Для примера показываю сейчас родительский генератор, который не имеет ноля. И мне пришлось немножечко поколхозить, чтобы это сделать. На этом генераторе мы, конечно же, потеряли гарантию, благодаря моей работе. Но заимели полноценный ноль и фазу. Теперь смело можем питать наш котел. Важный момент. Генератор питается от 92-го бензина. Братцы, еще раз скажу. Это модель BG11000E, что в переводе на русский язык означает, что она 8,5 кВт в минималке. И выдает четкие 9 кВт в своем максимуме. Было несколько комментариев в предыдущем видео, где я рассказывал про приобретенный мною генератор от компании Ресанта. И в комментариях мне написали, а почему ты не приобрел трехфазный генератор. Тем более он сразу идет с системой АВР. Что лишило бы тебя автоматически сразу всех проблем, которых ты сегодня в этом видосе навертел. Да, действительно, в наш дом заведено три фазы. Сделана система расфазовки поэтажно, поприборно, по многим характеристикам и правилам. За что огромное спасибо нашему подписчику Михаилу, который мне очень сильно помогал. И тут мы сразу сталкиваемся с несколькими заблуждениями. Смотрите. Первое. Трехфазный генератор. Это замечательная вещь, но приобретать его нужно только в том случае, если вы хотите питать трехфазные приборы. Из трехфазных приборов в нашем доме только электрокотел, который, как оказалось, работает и от данной системы. Потом плита для готовки, которая тоже трехфазная и тоже работает от данной системы. Мы проверяли это на генераторе. Братцы, генератор все-таки это штука для питания в аварийных ситуациях. И, наверное, готовить на электричестве не так уж и важно, когда у вас просто временно отключили электроэнергию. Важно поддерживать работу газового котла. Важно пользоваться электричеством. Хотя данный генератор позволяет нам теперь и готовить смело еду. Теперь про трехфазную систему в генераторе. Допустим, у нас генератор 6-киловаттный. Соответственно, все 6 киловатт делятся на 3 фазы. То есть, выдается всего лишь по 2 киловатта на 1 фазу. При этом, для того, чтобы система комфортно функционировала и генератор у вас в быстром времени не сгорел, с одной фазы мы можем снимать не более 33%. Соответственно, пользоваться уже генератором в полную мощь, в полную киловаттность мы не можем. Так, братцы, теперь пару слов по системе АВР. Они бывают трехфазные и однофазные. Приобрести трехфазную АВР мы не можем по той причине, о которой я говорил, потому что трехфазный генератор нам не подходит. Однофазная АВР будет питать только одну фазу, что сразу же уменьшает возможности моего дома. В любом случае, это требует механического воздействия, потому что нужно остальные две фазы запитать через перемычки. То есть, это то же самое, что я сейчас делаю, только сложнее. Ну и отдельный момент, который поставил просто крест на системе АВР, это то, что мы живем все-таки в Сибири, где морозы достигают 35-40 градусов. Соответственно, аккумулятор держать на улице я не могу. А выносить его к генератору в любом случае требуется мое вмешательство. Поэтому мне не составляет никакого труда сходить, открыть щиток, нажать на эту кнопочку и завести генератор уже в комфорте, и контролируя весь этот процесс. Работать в системе АВР в мое отсутствие я бы тоже, наверное, не стал бы доверять. Вообще, любой технике работать в мое отсутствие мне не очень комфортно. Хотя, может быть, это нормально, но вот такой я человек, извините меня. Можете написать пару комментариев, что это нормально. Но это бензиновая техника. Фактор внезапности, он есть. Дом с утеплением в 60 см может смело трое суток продержать температуру и никак даже не выстудится. Генератор сделан только для аварийного комфорта. Вот это, наверное, правильная будет аббревиатура. И еще раз повторю, что это Ресанта, что это компания, которая давно себя зарекомендовала, что гарантия 3 года, имеется автоматический запуск двигателя, фаза 0, земля, все в комплекте, гарантия. Как говорится, что еще для счастья надо? Почему вам это... Ваач, какая погода-то сегодня, а? Почему я думаю, что вам эта тема интересна? Просто потому, что я сам являюсь не разбирающимся досконально в электрике, но желающим сделать это своими руками. Понятное дело, что с дуру можно и кирпич сломать, но если подойти к этому грамотно, почитать интернет и поизучать книжки, то, в принципе, ничего сложного в этом нет. Главная задача – это обесточь систему перед своими экспериментами. В общем, начинаем с того, что сейчас расскажу вам о двух системах подключения генератора, только сделаем это дома, здесь реально что-то прям морозно. После чего мы придем сюда и все это дело реализуем на нашем щитке. Берем вводной автомат, в данном случае это УЗОшка. Давайте будем считать, что вот этот вводной автомат является нашим вводом трехфаз в дом с города. Здесь у нас получается три фазы и ноль. Будем считать, что это пломбированный автомат, но просто у меня их не совсем много. И дальше мы подключаем с вами три фазы. Это уже наш автомат, с которым мы работаем. И ноль уходит на шину. Также у нас есть земля. Отсюда уже питание пошло в дом, зацепляя ноль и зацепляя землю. Это получается стандартная схема, которая используется в каждом трехфазном строительстве дома. Но я ее, конечно, не полностью нарисовал. Здесь пломба, счетчик. Я нарисовал вам все, что идет уже после пломбы, по сути. Вот так это выглядит в сокращенном варианте. Теперь мы добавляем автоматы, которые нам необходимы для генератора. В общем, параллелем перемычками два автомата. А сюда, в верхнюю часть, мы вводим фазу от генератора. Если это трехфазный генератор, то это, получается, три фазы входят. Все по своим местам. Если это одна фаза, то мы просто запускаем одну фазу в один автомат. Остальное соединяем просто перемычками. Ну и понятно, что от генератора ноль пошел и пошла земля. Они пошли на свою шину. Это вариант самый простой, который люди используют, но здесь есть один затык, одна проблемка. Если вдруг вы не дома и супруга решит это все включить, не отключив, например, вот эти автоматы, но включив автоматы генератора, с такой системой вы производите короткое замыкание в сети. Конечно, автоматы стрельнут, но может стрельнуть что-нибудь и другое. Поэтому такой вариант не совсем хороший, а есть на замену классная штука. Называется она рубильник. И его я буду использовать. Он убирает необходимость вообще вот этих всех шести автоматов. И он работает вот таким вот образом. Единственное, что подключаю я его кверх ногами. Ну, либо я вот эти фазы опускаю под низ и, собственно, уже вкручиваю сюда. То есть, например, фазы от улицы у меня пошли на 2, 6, 10, а фазы от генератора, они подключаются сюда на 12, 8 и 4. Вот сюда. Вот они, вот эти фазы. Они пошли сюда. Или с перемычками вот так. Вот на эти цифры. А это 1, 5, 9. Это дом. Это дом. Все. И получается, переключаясь в одну сторону, мы питаем сеть от города, от КТП. А переключаясь, это 0. И переключаясь в другую, мы включаем уже генератор. Здесь возможность ошибки отсутствует. Единственная проблема, что вот такая штука стоит в районе 2000 рублей. Если бы я использовал автоматы, то каждый автомат там рублей 180, да? Ну, даже 200, если говорим, то это получается не больше 1200 примерно рублей. Так, все. А теперь давайте-ка я все это на деле покажу вам уже на месте. Сразу вот такие важные нюансы. Почему на щитке? Можно же просто в любую розетку воткнуть генератор и не волноваться. На самом деле, друзья, так не делается. Это только в аварийных случаях. Если у вас не реализована система, отключили свет надолго, и вам нужно что-то срочно предпринять. В остальных случаях не вздумайте так делать, потому что, как минимум, ваша розетка не предназначена для таких высоких токов, которые идут по всему дому. Во-вторых, если у вас три фазы, и у вас сделана расфазовка, то у вас просто не запустится все остальное, ну, то, что вам необходимо. Вам нужен котел, а у вас на другую фазу вы подключились. Третье перепутать можно ноль фазу и так далее. В общем, проблем с этим куча. И проще сделать это заранее, сейчас, своими руками, быстренько, используя... Ну, тут немного информации надо. Для этих целей нам понадобится с вами всего лишь провод. Я использовал КГХЛ 3х4 плюс 1х2.5 внутри была, но это просто у нас в городе другой не было. В идеале использовать три жилы на 6 квадратов. Это вам с запасом решит все проблемы. Если вы повешаете емкий какой-нибудь генератор киловатт на 8-9, то 6 жил это, конечно, самое то. Я же что сделаю? Я сейчас фазу 2.5 с фазой на 4 объединю в кучу два провода. Тем самым я увеличу сечение фазной жилы. Дальше нам понадобится вот такая вот розетка, несколько выключателей. Я решил, что розетку для генератора буду ставить с этой стороны. Так, друзья, чтобы вы понимали, мороз такой, что я уже четвертую батарейку сменил. Хватает буквально вот на минуту. Все, вымораживает сразу же. Так, подключаю через отверстие, которое просверлил, пока батарейка была выключена. Сейчас сделаю фиксацию. Если выключится батарейка, знайте, что я здесь все прогидроизолирую силиконом и вклею, чтобы вода не попадала в розетку никоим разе. Уже садится, уже деление уменьшается. Вся. Это отверстие еще одно будет. Высверлил его вот таким, потому что у меня почему-то то сверло вообще не работает в данном случае. Ааа, руки мерзнут. Конечно, дождался зимой, чтобы сделать важную летнюю работу. Чуть позже я вам расскажу еще по генератору. Там тоже есть какие-то переделки. Это важно, чуть позже. Но сейчас для чего это отверстие, я вам обещал. Отверстие необходимо для установки контрольной лампочки. Многие, кто делал такие вещи, они говорят, ну смотрите по соседям, загорелся у них свет, значит у вас тоже теперь он есть. Это неправильно, потому что у многих соседей тоже могут быть генераторы, и свет это вообще не панацея. А контрольная лампочка будет подключена к фазе основного освещения. То есть в случае, если свет включили, то у вас включится и контролька. Вам всего лишь нужно подходить периодически к окну и смотреть, включилась ли она. Выключаться она будет вместе с рубильником. Она не будет гореть вечно, она будет гореть только тогда, когда у вас работает генератор. И когда нет света в основной сети. Все. Я сейчас вот это высверлю, ее здесь установлю, это установлю, все подключу, а вы смотрите. Я в любом случае доведу дело до конца, покажу вам сегодня все. Ааа, мороз. Вы увидите и поймете все вариации, как можно подключиться. Контролька называется IEC AD16DS. Ну, можете взять и больше. Просто у меня сверла больше не было, я взял маленькую. Вот и все, сюда сейчас чуть-чуть еще побольше сделаю отверстия. И герметиком потом обязательно залью. Чуть ранее я сказал о том, что нельзя включаться в любую розетку в вашем доме. Также нужно учесть, друзья, что бензогенератор должен подключаться на ввод дома. При этом до включения генератора должно быть отключено питание от сети внешнего электроснабжения. Первое, это сделано для того, чтобы не убить электрика, который сейчас приехал ремонтировать вашу сеть. Второе, в случае, как у меня, чтобы просто это не привело к короткому замыканию. Братцы, рекомендую приобрести рубильник. Не обязательно этой фирмы, их очень много на рынке. Этим самым вы просто лишите себя возможности совершить ошибку ночью, в темноте, зимой, когда у вас отключится энергообеспечение дома. Этот контакт я подключу в самом конце, когда там все сформирую. А, ну можно сразу поставить и контрольную лампу, ее тоже нужно чуть-чуть загерметить, хотя бы по контуру, чтобы вода внутрь счетчика не лезла. И вот тут еще скотчем протяну на месте подключения, хотя уверен, что проблем никаких здесь быть не должно, но я потом все равно защищу это место. Защитю собачих. Хочется, короче, красиво, как себе. Вот так. Все, мы зашли теперь на внутреннюю работу, теперь осталось предупредить семью, что я сейчас им все отключу, и можно подключать автомат, рубильник. Так, все, семью отключаю. Главный, дополнительный. И можно его откручивать. Как я говорил, главное правило, друзья, это обесточить систему, чтобы работать безопасно. Безопасность превыше всего. Так, эти выдергиваем, не мешаем местами. Здесь тоже. Они, конечно, сами не помешаются местами, потому что они у меня уже сформировали свое положение. Все. Эту скидываем, она больше нам не нужна. Сюда мы вставим вот такую систему. Теперь подключаем. Вы чувствуете, да, как ветер дует? Сразу подключаем село к системе. И следом подключим генератор. Он будет у нас с перемычками. Все, сельский свет есть. По сути, самая важная часть подключена. Единственное, что мне пришлось его перевернуть. Вы поняли, да, что он просто у меня кверх ногами. Если вы на меня посмотрите, я весь в слезах уже от ветра. Это просто шикарная погода. Лицо горит. Слушайте, а может еще раз погодится, а? Так-то утро еще. Может еще тепло будет. Успокаивает себя Денис. Так, ну в вашем случае получилась чуть-чуть универсальная система с дополнительной розеткой и автоматом на лампочку. Но автомат на лампочку делать будете вы тоже. Потому что это нужная вещь. Это я прям уверяю. Кстати, заодно мы сегодня полезное, что сделали. Проинспектировали все наши разъемы. Потому что раз в полгода их надо подтягивать. Это полезно. Все, розетка готова. Теперь первый завод, друзья. Смотрите, открываем бензобак. Включаем в режим пуска. Никогда в жизни не заводил генератор с ключа. Перевожу. А, так земли не будет. Мы же не заземлились. Надо заземлиться сначала. Правильно? Мы же не заземлены. Фаза ноль была. Одна горела, одна нет. Да, фаза ноль работает. А знаешь, я-то как определил. Вот когда я ракетку эту ставил, розетку. В розетке же маркировки прописаны. Соответственно, они бы не стали, наверное, такие розетки давать, если бы здесь была фаза-фаза. Вот эта штука, она точно работает. Правильно. Надо было тут еще проверить, здесь как. А земли нет, потому что мы просто землю-то не привязали. Надо землю, надо же сначала землю привязать к земле. Слушай, а это надо же сделать, да? Как мне сделать, чтобы щитковскую землю взять сюда? Можно как-то или нет? Поводком тоже как-то. То есть, обязательно тянуть? То есть, получается, у меня сейчас генератор не защищен, если я буду таким образом. Подожди, видишь, а тут-то ты же подцепил землю. Здесь земля есть. Ну, а если ты ее втыкаешь? То? То земля появляется на генераторе. Логично? А, нет, она же земля-то генераторная. Вот она. Надо было тогда вот эту землю с этой соединять. Вот так вот сейчас, прозвольный ее. Стой, открывай крышечку. Давай. А, если они вместе? Да, то они сейчас сделанут. Во, они вместе. Они вместе. Значит? Все. Значит, все путем. Значит, эта земля с щитка идет сюда? Да. Ребят, ну вы напишите ваши мысли. Короче, смысл какой? Когда переключаешь на генератор, лампочка включается на поиск. Ну, я уже ребятам все это рассказал. То есть, по сути, здесь перемычки все есть. Они туда идут, на розетку. Лампочку я соединил перемычкой с фазой улицы. Вот. То есть, так-то все работает. Проверяем. Мне сейчас важно, котел будет ли работать в случае, если мы заведем генератор. Это важно. Самый главный момент. Все, рублю. Ну, давай заведем. А, сначала заводим генератор. Принцип такой. Заводим генератор. Потом глушим улицу и включаем генератор. Да. Сейчас. Все точно. Так, ключик. Эту выключаем, да, пока? Вниз. Заводишь. Вот. Все. Дом. Генератор завели. Что-то хочешь проверить. Вот тут, где он сейчас с генератора приходит у нас. Где с генератора? С генератора гена, вон гена, гена, гена. Девятка, двенадцатый. Так. Вот это ноль. Вот он. Двести тридцать. Да. Земля вон. Следующий. Тоже земля, тоже земля есть. Ну, а тут перемычка. Все перемычки, да. Так, глушим дом. Бам. Оп, на генератор. И включились генератор. Даже слышно было. Но, но. Лампочка вот нагорит. Это о том, что в деревне есть свет. А теперь идем в дом. Пойдем. Дэн. РКН-ы. О, свет уже заработал. Да. А почему так? РКН-ы у меня должны были отрубить все. Потому что самое важное, это про котел. Так. Дэн. А, пищит-то. Да. Че, типа, перепутали что-то сторонами? Что это? Почему она пищала? Какой момент меня заволновал? Мы когда переключились, у меня РКН-ы должны были отрубить систему. Зачем? Она же у тебя до них. До них напряжение. То есть ты считаешь, что в этот момент вообще не было никакого скачка? Почему? Должен был. Ну, у меня должно было свет отрубиться временно на доме? Да, секунду должны. А РКН не понял, что как так, что ничего никто не понял? Короче, пока все страшно. Так, котел. Вот, видишь, котел. Котел в работе, все нормально, здесь ничего, это все в порядке. Короче, что странно получилось, друзья, я не знаю, как это получилось, но у нас генератор, в переходе на генератор, ничего не обрубало. То есть, ни РКН не отстрелились, ни котел не отключился, все работает в порядке. Все в штатном режиме. Как будто вообще не было этого. А не может быть, смотри, мы когда переключили, у нас 220 просто, ну, если бы я на середине долго оказался, например, Нет, там все равно разрыв был. Разрыв был? Был. Может, не успело? Да, ну, ты что, реактивный? Ну, получилось же, брын, ты же видел, что там доля секунды. Я, получилось, стрельнул прям. Генератор нагрузку, видно, взял, сразу переключился. Да, и что скажешь? Давай сейчас все-таки дом отрубим, попробуем, на серединку. Ну, давай. Так, я в одной сейчас, в принципе, отрубил, ну, для того, чтобы быть точно уверенным, что мы работаем сейчас от генератора. И что еще я хочу сделать? Я сейчас хочу отрубить все. Вот сейчас временно я все отрубил полностью. А сейчас подключаю генератор. И посмотрим, что у нас по РКНам. А, ну вот, РКНы сейчас отрубились. Сейчас они подключатся. И котел отрубился весь. Все, сейчас через 30 секунд все это включится. Вот теперь отход был. Вот, все, заработало. А теперь я отключаю все. Включаюсь на систему поселка. И включаю автомат входной. И глушу генератор. Для тех, кто, как и я, разбирается в электрике, нарисовал настоящую профессиональную схему настоящего профессионального электрика. И сейчас на ваш суд ее выложу. Вот, на мой взгляд, это оптимальная механическая система АВР, которой должен быть запитан любой дом. Самая простая, самая легкая, прощающая ошибки. И вот для нас, таких электриков, как я, это оптимал. Если в комментариях вы напишите что-то более интересное, то буду рад. Заметьте, в этой схеме сейчас присутствует еще сигнальная лампочка, которая запитана от городской сети. То есть, соответственно, мы теперь понимаем, что в случае, если включается свет в поселке, я буду знать это по сигналке. Ну, об этом я уже говорил в видео. На этой прекрасной, замечательной ноте я, наверное, заканчиваю. В следующем выпуске мы начнем уже отделку дома. Хотя, знаете, что мне еще охота сделать? Я хочу вот этому генератору прикрутить колеса и прикрутить ручки. Но я заехал в магазин, посмотрел на цены сие мероприятия и понял, что я сделаю это сам. За 400 рублей. Может быть, за 500. Но покупать данный девайс за пятерку, мне кажется, это мавитон. В следующем видео, оно будет короткое. Мы сделаем систему подкатов, наверное, подкатов. Сделаем систему подкатов. И перейдем уже в отделку дома, потому что на улице холодает, и нужно уже нам избушку нашу готовить. Увидимся с вами через неделю. До скорых встреч. Все, всем пока, пока.